Спорт это жизнь. Точно так же думают и представители фирмы Лифт Ремонт. На стадионе полет прошла 21-я летняя спартакиада для сотрудников компании. Для многих это не просто спортивные мероприятия, а нечто большее, где люди с разных уголков России наконец смогут познакомиться и объединиться, а некоторые снова увидятся. Так было в России с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится Родина как монолит. В горниле победы сегодня как старь, опять закаляется Родина сталь. Россия, Россия. По словам организаторов, целью спартакиада является продвижение спорта, ведь все работники компании должны быть сильными и здоровыми. Ну, что такое спорт? Это, во-первых, азарт, это соревновательность в чем-то. Во-первых, все положительные, позитивные, настроенные. Вот, посмотрите, практически мало кто, в общем-то, кто-то болеет, а в большинстве всем в движении в чем-то. Это некий такой праздник для здоровья, для души, для тела. Вот раз в год, мне кажется, это очень здорово. Спортивные мероприятия включают в себя три дисциплины. Чемпионат по футболу, где на каждый матч дается по 10 минут. За такое небольшое количество времени на очерченном поле, размером в несколько раз меньше обычного, команды должны показать свой профессионализм и забить как можно больше голов соперникам. Также гости спартакиады сражались за звание лучших в волейболе. Из 12 команд лишь представители трех займут призовые места. Основную часть спортсменов составляют, конечно, мужчины, поэтому в силе духа и мужества спортивных коллективов никто не сомневался. Такое состязание всего лишь веселое времяпрепровождение. На самом деле все большая и дружная семья. Также для участников спартакиады были организованы различные игры, а для совсем маленьких гостей спортивного праздника были приглашены аниматоры, которые весь день в игровой форме развелись с детьми. Программа спартакиады рассчитана на взрослых и на маленьких гостей. Здесь каждый может найти занятия по вкусу. Мы вот тоже нашли. В общем, мы приехали издалека, нам тут очень нравится. Все очень по-доброму и хорошо. Бутерброды вкусные. Это точно. Откуда приехали? С Урала приехали. С Екатеринбурга. С Свердловской области, Екатеринбург, Тагил. Что вам больше всего здесь понравилось сегодня? Обстановка дружелюбная, миролюбивая, спортивная. Все ребята хорошие, стараются, никого не обижают. Нам тут очень нравится. Так, ну, все здорово. Они каждый год устраивают, и мы с удовольствием с семьей сюда приезжаем. Весело, вообще смешно, интересно. Игра с суперкотом и леди-баг. Но так-то интересно поболеть за люберцов. Я здесь второй раз, и здесь мега суперкласс. Очень приятно, когда в организации проводятся такие замечательные мероприятия спортивные, в которых принимают участие как и работники лифт-ремонта, так же и семьи, и дети. Потому что для детей организована замечательная анимационная программа. Рады принимать участие в этом мероприятии. Спасибо большое. Как вы думаете, стоит ли устраивать такие спартакиады чаще или, наоборот, может быть, не нужно? Не надо, не надо, конечно. Николай Васильевич молодец, что он устраивает так. Спартакиаду очень понравилось. Приехало очень много разных команд из разных городов. Для детей очень хорошие мероприятия. Разрисовывают, играют. Очень весело. Мальчишки наши играли в футбол, мы за них болели. На стадионе «Полет» можно было не только стать командой победителей, но и самым сильным. Для такого испытания любой желающий пробовал себя на силамере. Победить было непросто, ведь здесь нужно не только правильно ударить, но и приложить все усилия, чтобы сигнал взлетел до самой высшей отметки. Ваши победы сегодняшние – это удача или это все-таки профессионал? Я думаю, что это больше работы на протяжении всей своей жизни силовыми видами. Ну, не забываем про скоростные виды. У нас все ребята. Вот Вадик, смотрите. Вот сзади вас стоит Дмитрий. Практически, если бы сейчас были силовые соревнования, нам равных бы не было. Пристальнее всего за ходом соревнований следил и старший медик. Ведь, несмотря на любительский уровень спартакиады, не обошлось без ссадин и ушибов. Каждый участник здесь, как и в своей работе, выкладывался по максимуму. Накал страстей кипел не только на поле, но и среди болельщиков, горячо переживавших за успех своей команды. По традиции, заключительным испытанием в таком насыщенном дне стала шуточная эстафета, когда сил уже почти нет, но, несомненно, есть хорошее настроение. Для последнего рывка сильнейшие представители компании собирают все свое мужество и со смехом. В нестандартной обстановке продолжают защищать честь своих городов. Вот уже 25 лет фирма «Лифтремонт» оказывает весь спектр услуг в лифтовой сфере. С каждым годом совершенствуя свои умения и навыки, шагая в ногу со временем, качественно обслуживая как старые лифты, так и современные. Компания занимает одну из лидирующих позиций на российском лифтовом рынке. В структуре организации представлены все необходимые подразделения, в которых трудится более 350 высококвалифицированных специалистов с опытом работы, обслуживающих около 5000 лифтов в 12 муниципальных образованиях Московской области. На такое традиционное масштабное мероприятие съехались представители компании с разных городов России, в том числе сотрудники «Евролифтмаш» и «Елевейтинг», организации, продающие монтирующие и обслуживающие лифтовые оборудования, а также гости из Петрозаводска, «Карельская лифтовая компания». «Карельская лифтовая компания» Прекрасные болельщики, замечательные участники, все с хорошим настроением и чувством юмора. 21-я спартакиада компания «Лифтремонт» завершена, и наступило время для церемонии награждения. Первое место по футболу заняла «Карельская лифтовая компания». Вслед за ними шли представители Раменского участка и командно-компании «Евролифтмаш». Первые три места по волейболу заняли они же, а вот в эстафете среди победителей почетно оказались представители «Уральской лифтовой компании». Организаторы спартакиада не забыли никого. Все те, кто не вошли в тройку победителей, были награждены призами в различных номинациях. Все эти люди не просто так собрались здесь. Несмотря на соревнования, они единомышленники, полностью отдающиеся своему делу. Друзья, которые уважают друг друга, помогают и, несомненно, любят свою профессию. Яна Ромашкина, Алексей Устинов. Новости Лапкарина.